Привет всем красивым людям! В ближайшие 20 минут только позитивные летние репортажи от команды Beauty Time TV. Мы начинаем! Спонсор программы Профилактическая терапевтическая клиника Формула Как говорила великая Софи Лорен, прическа влияет на то, как складывается день, а в конечном счете и жизнь. И это касается не только прически. Специалисты индустрии красоты часто разделяют с нами очень важные события, в их числе, конечно же, свадьба. Самая, пожалуй, трогательная из всего этого момента – это невеста. Всегда невеста – это что-то для нас такое, ну, неожиданно приятное, что ли. Мы всегда с большим удовольствием участвуем в этом процессе, как вот сбор для такого торжественного события. И хочется, чтобы все было все идеально. То есть, там, пересматривают свадебные журналы, свадебные фильмы. То есть, хочется, чтобы все было, ну, как у принцессы. Идеальная прическа, идеальное платье, маникюр, макияр, все про что – все было идеально. Сегодня подготовка свадебного образа занимает не один день. С мастерами обычно встречаются заранее, чтобы обсудить все детали. Здесь главное не столько испробовать макияж, сколько познакомиться мне с невестой, ей с мастером. Почувствовать контакт, чтобы в день свадьбы она уже была расслаблена, хотя бы вот в части красоты. Чтобы уже не осталось повода для волнения, что что-то пойдет не так. Один из главных в своей жизни дней – важно провести без лишних волнений. Снять напряжение и создать настроение – это своего рода сверхзадача стилистов. Важен не только внешний вид главной героини, но и ее внутреннее состояние. Очень часто невесты готовят при отелях, в день свадьбы. Но это не совсем бывает комфортно и удобно именно для невесты, потому что нет профессионального оборудования, нет моек. Все-таки хочется, чтобы невеста в этот день получила максимум удовольствия и комфорта. Поэтому в МИЧ-студии есть такой сервис для невест – это вип-кабинет. В этом вип-кабинете вы можете полностью создать ту атмосферу, которую вы желаете, чтобы она пожаловалась в этот день. И музыка, и любимые цветы, напитки, угощения, находиться в окружении любимых людей. В этом вип-кабинете могут все мастера комфортно подготовить и начать с мытья волос, массаж рук, ног. То есть все эти моменты, которые будут вам удобны, комфортны, вы будете наслаждаться именно этим днем. Вообще мы к такой сфере обслуживания относимся больше как к ритуалу. То есть это что-то такое более глубокое, более серьезное. То есть мы можем очень много предложить, мы знаем, как успокоить, как сделать приятно и легко. Для невест я рекомендую спарить урал от Ларик. В него входит массаж ног со специальным маслом. Это масло сначала расслабляет, потом тонизирует. Благодаря чему можно в тот день проходить на кабруках, не чувствуя усталости. Стилисты обычно работают командой, чтобы прическа, макияж, маникюр стали частичками целостного гармоничного образа. Платье, оно передает настроение. То есть какой хочет быть девушка, какой она хочет быть невестой в этот день. И от этого уже идет волна мыслей, какой подобрать макияж. Конечно же объединяет всех выразительные глаза, вкусные ресницы, в то же время какой-то нюд. Но чтобы это было и на фото ярко и видно. Важно грани вот эту не переступить, чтобы жених, когда он близко смотрит, он не должен видеть килограмм косметики. Но в то же время и на фото, на видео должно быть видно. Да, это традиционное событие, это белое платье, еще что-то. Но не упускайте возможности чем-то побаловать себя, может быть ультрамодным или еще что-то. Чтобы все-таки каждая невеста была индивидуальна. Не стесняйтесь, не бойтесь этого. Экспериментируйте также и в покрытии. Возможно форму поменять, возможно что-то может быть добавить в обычный свадебный маникюр. Да, то есть может быть чуть-чуть заменить цвет или как бы инкрустацию какую-то ввести, чтобы ногти были более выигрышно смотрелись. Потому что все-таки это фотосессия, это съемки, это букет. И все как бы, ну все должно быть как бы отточено, конечно. В наши дни складывается особая традиция превращать подготовку к свадьбе в увлекательный творческий процесс. Раньше это называлось «приятные хлопоты». Сегодня слово «хлопоты» употребляют все реже. Вся подготовка превращается в самостоятельное событие, которое должно остаться в памяти, как незабываемое легкое и приятное. Это «Бьюти Тайм», программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Мода последних сезонов демонстрирует отказ от принципов и правил, которые формировались десятилетиями. Пожалуй, главный тренд сегодня – это смешение стилей. Спортивные элементы проникают и в деловые, и в вечерние наряды. А разобраться без стилиста порой бывает непросто. Несколько актуальных сочетаний этого сезона комментирует имиджмейкер Марина Синдюкова. Если мы говорим не о масс-маркете, а о премиальном уровне, то на первый план выходят бренды, ориентированные на качество, когда одинаково важны и дизайн, и материалы. Это стопроцентный лен, стопроцентный хлопок, на что бы одежда не мялась, хорошо держала форму. И лично для меня это кажется невероятно комфортным, приятным к телу, особенно в жиру, особенно в поездках на море. Я бы всем рекомендовала обратить внимание на платье. Если платье минималистичного кроя, то требования к качеству становятся еще более высокими. В таком образе обувь может выступать в качестве акцента. Сегодня мы как раз собирали образ, льняное платье, плюс палетки с очень активным декором. Такой вариант отлично подходит для городского вечера, потому что дополнительные аксессуары к нему не нужны. Здесь обувь выступает как аксессуар, и это очень здорово. Люди с хорошим вкусом всегда неравнодушны к качественной обуви. В наши дни еще и важно правильное сочетание отдельных элементов образа. Обувь лучше также выбирать, как любую другую вещь. То есть каждая новая пара, которая появится в вашем гардеробе, она должна сочетаться как минимум с тремя возможными комплектами одежды. Тогда это будет эффективная покупка. Естественно, обувь для торжественного случая, когда она подходит только под один конкретный вечерний образ, тоже имеет место быть. Кстати, с помощью пары обуви можно превратить повседневный комплект в вечерний. Когда нет времени заехать переодеться, многие модники предпочитают переобуться. Мы сегодня как раз рассмотрели вариант такой, когда образ нейтральный по своим свойствам. Мы использовали в двух вариантах. В одном случае мы дополнили его удобной обувью с лифонами. И такой получился вариант для того, чтобы провести день активно. И второй вариант. Можно этот же образ просто вечером переобуться в красивую обувь на высоком каблуке, к босоножке эффектной и отправиться, допустим, на какое-то мероприятие. Выглядит не вычурно, но современно и с необходимыми нотками для соблюдения вечернего дресс-кода. Роль каблуков в истории моды нельзя недооценивать. Ведь с их помощью можно изменить пропорции фигуры. А в некоторых случаях это просто необходимо. Кулоты – это одна из самых модных моделей. И мы не можем обойти модные тенденции, да, и не поговорить о них, не показать, как это смотрится. И устойчивый, хотя бы небольшой каблучок всегда образ с кулотами сделает более эффектным. И невероятно активный рисунок каблука усилит остроту, да, это то, что делает вас заметной. И любая модница отследит, узнает, увидит и поймет, что вы на волне и следите за модными тенденциями. Вот сейчас вернулась тенденция обувь, сочетающаяся с сумочками. То есть то, что в прошлом году и позапрошлом году считалось дурным тоном, в этом сезоне снова актуально. На это стоит обратить внимание. Возможно, пусть это будут обувь и сумка одного цвета, но разных фактур. Сегодня в моде свобода самовыражения. Дизайнеры предлагают выбирать свое из сотен различных идей. А интересные сочетания позволяют трансформировать эти идеи, создавая уникальные индивидуальные образы. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Салон обуви «М&Х». 10 элитных брендов из Италии в самом центре города. Улица Красная, 67. Угол Красный и проспект Ленина. Салон «М&Х». Финальная распродажа сезона. Скидки до 60%. Позволь себе больше. Елена Мирова. Проспект Ленина, 65. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Проект «Рожденное побеждать» для девушек с ограниченными возможностями – это серия встреч и мастер-классов, посвященных самым разным темам. На этот раз девушки изучали столовый этикет. Зачем сейчас в наше время техногенное, когда мы все набегу, все с гаджетами, какой-то этикет, а для того, чтобы научиться уважать себя и представить всем тем, кто вокруг тебя, свое уважение – это вот именно совершенно другое отношение к человеку и отношение к себе. До финального шоу остается около месяца. В скором времени к челябинским участницам присоединятся и девушки из других городов России. Финал проекта «Рожденное побеждать» состоится в сентябре. Наверняка у каждого из нас в детстве бабушки шили одеяло и подушки из лоскутков тканей. Именно поэтому выставка «Лоскутная мозаика России» так греет сердце и вызывает ностальгические эмоции. Здесь выставлены лучшие работы лучших мастеров России за 2017 год. Они в прошлом году были высоко оценены на фестивале «Лоскутная мозаика России» в Иваново. Ткань сама по себе диктует какие-то определенные вещи. То есть, когда ее берешь в руки, она начинает с тобой разговаривать. И мир, получается, выражается не только через твои ощущения, а через ткань в том числе. Оно никогда не устареет, оно всегда будет актуально, что это вот тепло рук, да, тепло рук души уложенной. Эта выставка открылась в день рождения Челябинского музея изобразительных искусств. Именно поэтому лоскутную мозаику России можно считать своеобразным подарком к 78-летию. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В модельном бизнесе, как и в модной индустрии в целом, в последние годы происходят серьезные изменения. На модных показах в первых рядах вместе с редакторами глянца уже давно сидят известные блогеры. Сами дизайнеры черпают вдохновение на улицах и все чаще приглашают в качестве моделей девушек с нестандартными параметрами. А что же тогда с классическими параметрами модельной внешности? Об этом мы спросили у Алисы Лауфер, скаута конкурса Elite Model Look. С ростом популярности российских дизайнеров работа у наших моделей появилась и на внутреннем рынке. Но тем не менее попасть в международное агентство по-прежнему считается престижным. Я хочу себя попробовать в модельной сфере уже как-то по-настоящему. Это такое крутое агентство и если у меня получится пройти этот кастинг, это будет нереально круто. Наравне с девушками в модельном бизнесе участвуют и модели мужчины. В последние годы конкуренция среди представителей сильного пола возросла. На подиумах и в журналах они появляются все чаще. Дизайнеры приглашают и возрастные, и характерные типажи. Что касается параметров мировых агентств, как правило, они рассматривают ребят ростом от 183 см спортивного телосложения. Был опыт работы в Челябинске, какие-то лукбуки, не знаю, для журнала фотографии, просто творческие съемки. А за границей пока опыта не было, но надеюсь получится. Приезд в Челябинск представителя всемирно известного модельного агентства большого ажиотажа почему-то не вызвал. То ли все модели в ту субботу уехали из города, то ли молодые люди у нас в большинстве своем больше не мечтают о модельной карьере. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Чтобы там не писали в глянцевых журналах и модных блогах, каждый сезон льняные ткани всегда оказываются над модой и вне тенденций. Но, несмотря на это, популярность моделей изо льна неизменно высокая, а потому появляются они каждое лето. Лен в натуральной расцветке, в лаконичных моделях – это своего рода классика летней моды. Характер образу в данном случае придают аксессуары. Долгое время основным способом украсить льняное полотно являлись вышивки. В последние несколько лет технологии обработки ткани позволяют наносить дизайнерские принты ярких оттенков. Лен – это всегда практично и комфортно, и, как уже было сказано раньше, актуально каждый летний сезон. При условии, конечно, что комплект с участием льна украшает конкретную фигуру. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Шесть красных «Фольксвагенов Пола», сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более ста тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша. Красная машина. Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово 159. Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу beautytime.tv. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова